Каракос, Каракас, привет, Тартас, слушай, Справедливыч. Ты тут говорил, что будь ты всемогущим и бессмертным, то первым делом навёл бы справедливость в мире. Покупаешь ли ты фильмы или качаешь с тарентов? Покупал ли ты музыку, что у тебя на компе? Платить за их работу вписывается в концепцию справедливости. Чё-то я отказываюсь отвечать, хочется задолжить вопрос. Смотри, с другой стороны, покупать. Если никто не покупает, я буду покупать. Это разве справедливо? Сам понимаешь, в СНГ никто ничего не покупает, все просто смотрят или слушают. Это тогда будет справедливо или чё? Когда я чуть ли не единственный буду покупать. Платить за их работу вписывается в концепцию справедливости. Я не знаю, на самом деле, если бы... Ну, наверное, вписывается, но... В чём проблема? Ещё не было ни одной какой-то адекватной, скажем так... То есть, если бы фильмы продавали за адекватные сцены, а так смотри... То есть, адекватные суммы. А так смотри, получается, я покупаю фильм, а он оказывается конченым говном. Причём большинство фильмов будут реально или унылые, или... Получается, я плачу сабжи, а получаю что? Это справедливо или что? Учитывая, особенно, какое сейчас кино снимают, ну, ни о чём. Я же не могу на 100% по актёрам, по режиссёру и по жанру понять, будет ли годнота. Ну, не получится, даже если трейлер посмотришь. На 100% никогда нельзя знать, вот прям на 100%. На 100% можно знать, что это фигня, но на 100% нельзя знать, что это годнота. И хочешь ли ты это купить? Если были какие-то реально адекватные цены, тогда, ну, в этом был бы какой-то смысл. А иначе, получается, ты будешь пока-то терять деньги. Ну да, это маленькие суммы, допустим, всё равно, но это будет накапливаться. Ты постоянно покупаешь, 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 каждый раз теряешь. И один раз из десяти тебе будет не жаль потраченных сабжей. Это справедливо? По-моему, это супер несправедливо, правильно? Стоп, стоп! Досмотри до конца! Что лучше? Взять CSGO Prime за 1000 рублей в Steam? Или за 100 рублей на LOL Steam? Я думаю, выбор очевиден. LOL Steam это честный и безопасный сайт, где ты сможешь найти дешёвые аккаунты по любым играм. А музыка? Музыкальные треки можно слушать полностью и понять годнота или галлига. Жопы можно сразу. В теории, да. В сферах жерел пишут, это для заработка на балык и сок. А ты, получается, просто воруешь треки. Стоимость одного треки, чем на iTunes в среднем 20 сабжей. 20 долларов или 20 чего? Досправедливость и баланс. 20 чего? Если 20 рублей, то это недорого, согласен. Если 20 долларов, то это, ну, несерьёзно. Ну, не вы, кстати, я хотел бы держать на компе всё, мне было бы так удобнее. Я не хотел бы держать в каком-то iTunes. И мне было бы на компе удобнее всё держать. Я даже не знаю, что такое толком iTunes, на самом деле. У меня есть iPhone, но я не знаю, что такое толком iTunes, если честно. Вот честно, я толком не знаю, что такое iTunes. Я знаю, там музыка, да, вот как-то хранится где-то. Но я не могу, вот если мне попросили объяснить, ты можешь объяснить, что такое iTunes? Я бы сказал, бля, я не знаю. Серьёзно, даже не знаю толком, что это, как. но ведь у каждого человека свои представления о справедливости например ты считаешь что не справедливо платить за музыку или кино когда все вокруг не платит а справедливо ли это там другое объяснял кто создавал я без на поводу фильмов совершенно другой я к тому что и справедливость также субъективно не совсем не совсем я я объяснял про фильмы то что не могу понять качественно или кино а цены довольно таки большие если куплю допустим 10 фильмов и только один из фильма будет качественно это ну не серьезно а по поводу музыки получается несправедливо но с другой стороны настолько мало слушаю музыки и кстати и кстати к примеру есть музыка на ю тубе на ю тубе выкладывается музыка youtube это позволяет причем все треки раз любые треки на ю тубе вот есть почти да и youtube это позволяет youtube никак не пытается брать деньги с этих треков за эти треки есть сайты из которых можно скачать собственностью туба там чисто музыку без видео то есть на самом деле я даже не знаю музыка она просто настолько везде в бесплатном доступе даже как-то не приходит в голову даже не приходит в голову заплатить за нее прикол в том что тебе нужно поискать тебе нужно реально искать где бы я мог заплатить за тот или иной трек тебе нужно поискать это а бесплатная музыка на везде она окружает тебя а чтобы заплатить за нее было типа по справедливости тебе это нужно даже искать тебе нужно реально самому искать ну что еще деньгами бегать бля за кем-то да я понял но сейчас есть много сервисов где ты платишь за подписку за большой их каталог например сервис по рифы также есть сервисы по фильмам я думаю для тебя подписка в месяц на 10 баксов это недорого имея хороший доход и опять же не могу платить за то что не понимаю за что я плачу то есть это про музыку сейчас или про что по spotify а мусор и spotify то есть я подписался допустим если там ни один трек не понравится и даже не захочу ни один трек скачать себя на комп и там навсегда если ни один трек не понравится допустим последние таки которые мне реально понравится был саундтрек червяка джима я должен теперь пойти найти где мне заплатить за это хотя у меня червяк джим куплен стиме уже справедливо да короче пример вы едете в общественном транспорте трамвай или троллейбус и там есть кондуктор по идее ну нужно платить то чтобы ехать в общественном транспорте по идее но лично я никогда в жизни не пойду искать кондуктора я не пойду его искать я стою я зашел в трамвай и себе встал в угол обычно люблю ставить в углу обычно сзади кстати в идеале чтобы смотреть по трамвае это я стою в самом конце и смотрю просто в окно сзади я никогда не пойду искать кондуктора если кондуктор надо что я заплатил пусть сам кондуктор ко мне подходит я заплачу не проблема конечно заплачу но я не пойду искать кондуктора я не буду бегать за деньгами и искать чтобы заплатить я не буду этим заниматься никогда и нигде это вот примерно похожая ситуация с фильмами и музыкой почему должен бегать за кем-то искать заплатить чтобы заплатить им почему должен этим заниматься я просто зашел в трамвай я просто себе еду. Ну кондуктор ко мне не подходит, ну это его проблема, мне плевать. Почему я должен бегать за ним и заплатить ему? Почему я должен этим заниматься? Скажите мне, это мне надо, чтобы я заплатил? Это им надо, чтобы я заплатил. Это им надо, не мне. Если вам надо, чтобы я вам заплатил, бегайте за мной. Я за вами бегать не собираюсь платить вам. Это вам нужно, это не мне нужно. Вот такая у меня здесь психология в этом поводу. Ну что еще? Блин, проебал дальше. В трамвае есть ссанный угол? Не знаю. Есть пчелики, которые узнают для музыки айфон, например. И чтобы не ебаться с поиском, ты заходишь в Apple Music и качаешь все. Я очень мало музыки слушаю, мне это настолько... И еще, ты не хочешь платить за то, что тебе не нравится из фильма. А ты в магазе, когда чинить новое хочешь купить, тоже не платишь. По поводу вот музыки, да? Проблема в том, что мне нравится один трек из 10 тысяч. Не нужно кланяться. Если в среднем. Мне настолько мало музыки нравится, вот я вообще не представляю, как я могу покупать музыку. Мне настолько мало музыки нравится, я... Кстати, я никогда в жизни даже музыку не ищу. Знаешь, как у меня музыка вообще попадает на комнату? То есть, как я вообще... У меня собирается коллекция музыки. Я где-то ее услышу. Я никогда музыку даже не ищу. Я или услышу в какой-то игре, или в каком-то фильме. Я где-то на YouTube абсолютно случайно. Я никогда музыку даже не ищу. Я не представляю, как я должен ее покупать. Когда ты заходишь в магазин что-то купить. Ты именно заходишь, ты знаешь, что ты ищешь. А вот музыка, ты никогда не можешь знать, что ты ищешь. По крайней мере, я. Мне настолько мало нравятся треков. У меня всего за... Сейчас, сколько мне лет? За 15 с половиной лет у меня скопилось 650 треков, если я не ошибаюсь. Maybe даже меньше. 630. 630 треков за 15 с половиной лет. Это моя коллекция музыки, которую я готов слушать в любую секунду. Это все, что у меня скопилось. А треков миллионы. И как я должен спрашиваться искать? Типа, что я должен искать? Я даже не знаю, что я должен искать. Поэтому я никогда не ищу музыку. Она меня сама находит. Я вот... Какой-то трек мне понравился в фильме там или где-то. Я его нашел и скачал. Вот один трек и все. Я никогда просто музыку даже не ищу. Как я должен вообще в это втянуться? Платить за нее? Мне это настолько было бы неудобно. Мне это не нужно, потому что я никогда не ищу музыку. Я никогда ее не ищу. постфактум. На жадничах. Честный ответ максимально. Жадность. Я уже его посмотрел на хэдаме тратить деньги, если я его посмотрел. Ха-ха-ха. Тупо жадность, да.